Я сейчас буду говорить об особенностях принятия христианства на Руси. То, как принималось христианство, что князь принял и народ за ним, это не было особенностями. Это так происходило и в Западной Европе. Особенность была в другом. И особенность в тех братьях Солунских Кирилле и Мефодии, которых я собираюсь вам сказать. Значит, на территории Европы было несколько государств, которые тяготели к России, а не к Европе. Это Восточная Европа. Это братья-славяне наши. И там, на территории нынешней Чехии, Словакии, было большое государство Моравия. Моравские братья, так называется, одна из евангельских церквей даже сейчас в Праге. И вот это, что осталось от этой Моравии, самого государства уже нет. И вот там был умный князь Моравии, князь Ростислав, который обратился к византийскому императору с особенной просьбой. Он просил прислать учителей и крестителей для его народа, который хочет быть, принадлежать к востоку, а не к западу. Потому что запад, я говорю вам, это гостские племена, но немецкие племена. Остготы, острготы, весготы, разные племена, но это все были немцы. И у немцев, вы знаете ли, с тех пор уже был их мотор, который будет во всю их историю. Называется этот мотор Дрангнахостен. Движение, мотор на восток, на восток, на восток. Понимаете как? А эти народы не хотели быть под немцами. И поэтому они не хотели принимать веру от немцев. А они хотели принять христианство от востока. Поняли, да? Ну, знаете, это вообще судьба многострадальная. Они все время находятся между западом и востоком. страной Восточной Европы. Ну, и вы знаете, что византийский царь, он дал согласие и нашел людей. Нельзя было туда давать, посылать им епископов, архиепископов, потому что это будет уже вторжение одной религии на территорию другой. Он послал учителей. Кирилла и Мефодия. Кирилла и Мефодии, по-видимому, одного родителя имели грека, другого славянина, потому что они в совершенстве знали греческий, в совершенстве знали славянские языки. И они сделали этот невероятнейший труд. Невероятнейший труд. Они перевели на славянский язык Евангелие, для которого они составили еще и азбуку. У них не было азбуки. У них были черты и резы, которыми они обозначали, была какая-то письменность. Между прочим, выражение у нас с тех пор сохранилось. Ни черта не знает. Здесь не имеет никакого отношения к черту. А детская ни одной буквы не знает. ни одной черты. Вот. Ну и они создали азбуку, они сделали перевод. Ну, вы знаете, что это надо просто немножко воображение иметь, представить себе объем работы. Славяне, наши предки, они считали это чудом. Они считали это чудом. Смотрите, как записано это чудо. Монах такой по имени Храбр, он сопоставлял создание азбуки греческой и азбуки славянской. Не было у греков особых письмен, письмен А – это буквы, для своего языка, но записывали свою речь финикийскими письменами. Потом пришел Паламет и, начиная с Альфы и Эбеты, нашел для греков лишь 16 букв. Кадм из Милета прибавил к ним еще три буквы. И так многие за много лет едва собрали 38 письмен. Потом же, когда прошли многие годы, по Божьему повелению нашлось 70 мужей, которые перевели писание с еврейского на греческий. 70 толковников. А для славян один святой Константин или Кирилл, он в монашестве поменял свое имя, и письмена создал, и книги перевел за немногие годы, а они многие и за много лет. Семеро их создали письмена, а 70 – перевод. А это все сделал один этот вот Кирилл. Представляете? Ну, конечно, надо было погордиться этому храбру славянину, он сказал. И потому еще славянские письмена более святы, что создал их святой муж, а греческие язычники, эллины. Такое знание братья дал Бог славянам, а ему и слава, и честь, и власть, и ныне и присны во веки веков. Вот. То есть, очень гордились славяне этим переводом. Ну, знаете, как они… У братьев было особенное убеждение. Они были убеждены в том, в чем убеждены сейчас и мы, что каждый народ должен иметь писание на своем родном языке. Знаете, что это такое мнение, которое оспаривается сейчас. у нас есть в Петербурге открылся филиал английского общества переводчиков Библии под названием Виклиф. Это первый английский переводчик на английский язык. И такое мнение, зачем им переводить на какое-нибудь там племя бум-бум, которое может прекрасно пользоваться английским языком, например, и английской Библии. И вот мнение тут и психологов, и историков, что на материнском языке, на родном языке слово доходчивее, когда ты его понимаешь, глубоко понимаешь. Ну вот, и вот братья считали так. Они входили с этим самоубеждением в противоречие с официальной католической такой теорией, что нужно только на трёх языках переводить. На каких трёх языках три языка? Английский? Нет. Латынь? На кресте надпись была на трёх языках. Греческий, еврейский и латынь. Еврейский, латинский и греческий. Но братья были убеждены в обратном. Не идёт ли дождь от Бога равна на всех или солнце? И как же не стыдно вам учить только на трёх языках, а прочим всем племенам быть слепыми и глухими. То есть они были убеждёнными сторонниками перевода на национальный язык. То есть они этот перевод рассматривали как служение Богу. Очень активное служение. Когда их упрекали, говорили, что вот только три языка священные, и тогда этот умный Константин, остроумный был ещё человек, он отвечал, в таком случае вы не ученики Христа, а ученики Пилата, который на трёх языках написал эту надпись. Кирилл, он был главный из двух братьев. Потому что Мефодий, вы знаете, что он был созерцатель, мечтатель. Ему лучше бы не было на горе Афон пребывать, мечтать, молиться, читать. Вот так вот. Ну, ему строго очень писал его брат. Очень строго писал. «Ты же очень возлюбил гору, Афонский монастырь, но не смей ради горы оставить своё учительство, ибо чем иным ты можешь лучше достигнуть спасения». Вы знаете ли, это он говорил под влиянием учения апостола Павла, великого учителя народов. Кирилл избрал делом своей жизни проповедь христианского учения людям, которые не знали его. Так, ну и вот они переводили. История перевода – это отдельная увлекательнейшая вещь. Ну, подумайте сами. это варварский язык язычников, славян, у которых даже слов многих не было, а которые были похожие слова, они имели смысл совсем другой. Так, знаете, язык перевода. Я вам только некоторые примеры скажу. слова некоторые слова другое значение приобретали. Служение, слуга. Это низкое значение было. Ну, слуга, раб, который все низкую работу выполняет. А здесь значение служения. Слуга от слова, как мы, слуги Христовы. Это от слова слух. Ты слышишь, и ты делаешь. Ты получаешь указание, и ты делаешь. Ты переводишь слышанное в действие, новое значение. Затем огонь. Огонь пришел неизвестно на землю. Как желала бы я, чтобы он уже возгорелся. Огонь. Но в славянском языке огонь – это любовь, жар, гнев. значение это слово другое совсем. Тут огонь духа. Соль. Вы соль мира, да? В славянском языке соль означало горечь, печаль, слезы. Я хочу, чтобы вы почувствовали, как это сложно было и перевод делать, и воспринимать Евангелие людям, которые на их языке даже было написано. Вы знаете, что я, когда я уверовала и начала самостоятельно изучать Писание, я обложилась словарями. Тут были и английские толковые словари, тут были и толковые русские словари. Я не понимала некоторых слов. Я не понимала слова Христа, когда он говорил в связи с Иоанном Крестителем «Блажен, кто не соблазнится о мне». Слово «соблазнить» я знал только одно – парень девушку соблазнил. Но это как-то не подходило. Понимаете? То есть это слово-то. И там только интересное объяснение. Блазн – это же меч. Соблазн – это то, что идет с мечом внутри. С чем-то ужасным внутри, разорением внутри. Ну, и я не буду рассказывать свои изыскания, очень много их было. У меня целая толстая тетрадь записана вот этими толкованиями, объяснениями, чтобы мне понять слова. До сих пор я прибегаю к словарям, к переводам, чтобы мне понять точный смысл. Если хотите, потом отдельно могу вам рассказать некоторые такие открытия. Ну, вот. потом дальше свет. Я свет миру. Но славяне понимали, свет – это веселье, смех. Слышите? Свет. Вода бежит, играет, солнышко играет. Ну, вот. Поэтому молить, молиться. молиться здесь что-то такое было подходящее. Но там это было значение мантры. Мантра – это индийское слово, означает постоянное повторение одного и того же. Там какой-нибудь ом, 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 даже так звук какого-нибудь, чтобы ты заточился, чтобы у тебя было просветление. Вот. здесь это говорить втайне. Спаситель, спас. Но спасами называли славяне своих богов. Каждый славянский бог был спасом. Он был спас. Поэтому вот так один западный кардинал в XV веке побывал в России. Он сказал, «Русские до того сблизили свое христианство с язычеством, что трудно сказать, что преобладало в образовавшейся смеси». А немножко раньше краковский епископ. «Народ Христа лишь по имени признает, а по сути в глубине души отрицает». Знаете, что это, конечно, очень тяжелая ситуация. Об этом писали наши религиозные философы. Бердяев, например, который говорил, что Русь крещена, но не просвещена. Это задача наша с вами. И даже еще такой вопрос возникал. Это писатель Дисков говорил, «Русь была крещена, но не просвещена». А вот Бердяев спрашивает, прошла ли Россия христианизация. Один из иерархов зарубежной православной церкви сказал, «Русская церковь веками скрывала от народа лик Христа». Это сам православный сказал. «Русская церковь веками скрывала от народа лик Христа». Вот руководитель нашего братства послевоенное время Карев он сказал, «Можно с уверенностью сказать, что более благоприятной почвы для посева семян Евангелия трудно найти в истории христианства. Православие породило в русском народе великое богоискательство». Моя статья в этом сборнике называется «Русское богоискательство». Ищет того, чего нету у тебя нету. Великое богоискательство, какого не знал и не знает ни один народ мира, православие покрыло русскую землю тысячами монастырей и скитов, в которых искали спасение своих душ около ста тысяч монахов и монахинь, но одного не давало православие русскому народу знание Библии. Опытливый ум богоискателя не может быть удовлетворен одним великолепием храма и службы в нем. То есть вот это богоискательство, об этом мы будем говорить, собственно, весь курс будет об этом. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Ну, теперь, значит, судьба перевода дальше. Сделали они этот перевод, братья. Кирилл умер, когда ему было 42 года. Но до смерти он хотел обезопасить их с братом труд, чтобы он был признан папой. Умный человек был. Если папа не признает этот перевод, он будет уничтожен как иеретический. И он, знаете, что сделал? Он в окрестностях Херсона нашел могилу, на могиле был изображен якорь. Ну, якорь это символ христианства, так же, как вот рыба. Якорь это якорь спасения символически означает. Якорь означает также и кладется на могилу человека, который и утонул. Но он нашел этот якорь, и он выбрал для себя считать, что он нашел могилу Климента Римского. Имя тоже по патристики должно быть известное. А это было время активного интереса к мощам, к святыням. И вот эти кости, мощи, он перенес в Рим торжественно предупредил папу, тот с кардиналами вышел встречать, тот торжественно эти мощи вносит, а за ними перевод. И папа на радости благословил и мощи, и перевод. Понимаете, как? То есть он таким путем добился этого благословения. Да. Но я говорю, что эта история полна таких удивительных вещей. Он ситуацию оценил так. И вот вы знаете, что сам Кирилл умер, ему 42 года было, но он умер в мире. Мефодий пришел в тюрьме побывать, но как-то еще ничего. А вот учеников их избивали палками и выгоняли из территории Римской империи. Что как еретиков, смутьянов, что они какой-то перевод вот сделали. Вы понимаете ли, и они бежали через границу, и они попали в Болгарию, где приняли их с великими объятиями. Что это сделали перевод для них, это братья славяне. Вы понимаете ли, что Болгария до сих пор празднует день Кирилла и Мефодия как начало славянской письменности. У них праздник есть. И именно через Болгарию до Руси дошел этот текст этого перевода. А теперь слушайте, я хочу первую часть на этом точку поставить, что Русь получила за сто лет до крещения Руси, за сто лет, получила писание на понятном народном языке. Это для нас теперь называется он древнеславянский или церковно-славянский, но это был тогда разговорный язык. Обратите внимание, я хочу сказать вам, что другие народы получат переводы на своем языке, это уже будет время реформации, а тут IX век. Во время реформации вот этот виклиф, по имени которого называется «Общество переводчиков Библии», будет перевод у него в 1380 году только на английский язык. И он прославится как глава переводчиков Библии. Мартин Лютер переведет тоже, это будет 1520 год. Переводы очень поздно. А Россия получит еще до крещения Руси. Божье слово. Поэтому мы можем сказать, что христианство на Русь пришло двумя потоками. Первое с появлением Божьего слова, которое стали читать. Второе, когда было официальное крещение христианства, принятое из Византии. Слышите? Нет. Это великая особенность. Ее ни у одного народа нету. Потому что когда римская церковь христианизировала весь тогдашний мир, то на каком языке это проходило? Скажите мне, пожалуйста. на латыни. Это была латинская литургия, латинский язык, понятно? А в России это было на русском языке. Братья перевели литургию Иоанна Златоуста на русском, на славянском языке, на понятном, шло богослужение, уже когда церковь была. Поэтому было Божье слово. И путешественники по древней от Руси оставляли в своих записях, что среди диких народностей, диких племен на Руси живут удивительные христианские какие-то семьи, понимаете, которые являются светом для всей округи. То есть среди язычества были люди, которые принимали вот это слово, верили в него. Это все так удивительно. И менялся облик этих людей. И я смотрю, историки отмечают, что были, например, дикие древляне и кроткие поляне. Я думаю, тут, наверное, что-то связано с этим делом. Что-то связано. Понимаете, это неизученный вопрос, фактов нет. Но подумайте сами, почему рядом живут эти дикие и злобные убийцы и рядом кроткие любящие поляне. Поэтому это все тоже, наверное, связано с тем, что кто-то воспринял это слово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok